Уважаемые жители, хочу поблагодарить жителей, которые получают сегодня квартиры, поблагодарить за терпение, потому что действительно столько лет терпели, ждали, жили в бараках, ну или почти в снесенных зданиях. Поэтому, конечно, вам большие слова благодарности за терпение, особые слова благодарности президенту России Владимиру Путину, потому что благодаря его инициативе больше 8 лет назад эта программа началась. Мы построили из этой программы почти 100 тысяч метров, и сегодня вот очередные 35 или 36? 36, 36 семей у нас получают ключи. И, конечно, я хотел, чтобы вы тоже понимали, времена такие непростые, сложные, но несмотря на это вот и президент России, и все жители области, потому что благодаря налогам туляков половина квартиры оплачивается за счет налогов жителей области. Но вторая половина – это деньги федерального бюджета, федерация нам помогает. Я хочу, чтобы вы, конечно, очень уважительно и уважительно относились к каждому жителю области, который своим рублем проголосовал за вашу квартиру. И я вас хотел поздравить с тем, что вы получаете жилье у новых в новом доме, пожелать вам добра, счастья, как на Руси говорят, жить пожевать и добра наживать. Поздравляю! Субтитры создавал DimaTorzok Вот видите, как выполняем решение Совета Министров ШССР. Делать эти работы без реконструкции полотенебольшого труда, мне кажется, смысл-то нет. Но мы сделаем, приведем все в порядок. А дальше что? Субтитры создавал DimaTorzok Элеонор, возьми на контроль. Шахта 54, дом 5. Если вы попадаете в программу 2016 года, то жилье вы должны получить до 1 сентября 2017 года. До 1 сентября 2017 года. А до 2017 года где мне проживать? На улице? Вот Шевченко и Элеонора Викторовна к ней подходите. И посмотрим по предоставлению временного жилья. У нас в спортивной школе маленькая старенькая газелька. Развивается детский спорт. Наши спортсмены ездят по области, занимают места. В принципе, это же не только спортивные соревнования, это и творческие коллективы. Правильно ездить? Вот вам для муниципалитета какой нужен транспорт, чтобы вы могли обеспечить, ну вот по емкости какой должен быть? На сколько человек? На 18 человек, я думаю, будет достаточно. На 17 человек? На 18. 18-20. Давайте протокол-то, пометьте, пожалуйста. Еще у меня вопрос. В принципе, подумать надо для всех муниципалитетов, ну вот у нас, наших небогатых, да, посмотреть, может быть, ну подумать по транспорту для перевозки детей, прежде всего, творческих и спортивных коллективов. Мы подумаем, дадим ответ Елене Викторовне. Может быть, гляньте, три года мы без главы. А без главы человек, когда он временно, ему нафиг ничего не надо. Придешь, а он что? А он не глава, он так, он первый, второй, третий там замк и так далее. И команда либо работает, работает эффективно, и жители это видят, понимают, что все равно все сразу не решишь. Но есть тенденции. Вот я тенденции гонен, к сожалению, положительных, продолжающихся четвертый год не наблюдаю. Спасибо. 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 Спасибо.